Но говоря о том, что ты перечислил игроков у ЦСКА, которые не принимают сегодня участия в матче. Ну, ЦСКА, друзья, это те, кто внимательно следит за нашими гонбольными трансляциями и вообще за ручным мячом в стране. Бывший Спартак, ну вот поменял с вывеском, такое в наши дни возможно. Ты не сказал о главной, на мой взгляд, потери, о том, что не играет сегодня Павел Атман. Согласись, что с ним и без него ЦСКА совершенно две разные команды. Он выступил вместе с нашей коллегой Александром Бульсенко, закрывающим на этом матче. И вот его точно сегодня будет не хватать ЦСКА площадки. Ну, я сказал о тех, кто, кого потеряли буквально вчера. А у Павла, да, действительно, у Павла травма, небольшая травма. И вот он в предматчевом интервью на канале Матч ТВ, он сказал, что с понедельника начну тренироваться. Да, к сожалению, ну, да, преследуют этого игрока различные и микротавмы, и серьезные травмы. Будем надеяться, что у Паша будет все в порядке, сезон он проведет полноценный. Стартовая шестерка кирмских медведей. Евгений Жук левый крайний, Ян Ковалев на правом краю. Потеря контратака армейцев. Деннер Янимао, эстонский легионер, потерял мяч. Апеллировали армейцы к арбитрам. Им показалось, что там было нарушение правил со стороны Дмитрия Богданова, опытнейшего дымболиста. Он защищается вторым в составе первых медведей. Ну и давайте состав Спартака. Быстро, может быть, их успеем. Итак, Игорь Сорока на левом фланге. На правом краю Алексей Фокин, задняя линия. Александр Кириленко в розыгрыше. Нет, 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 извините, Валентин Воробьев, конечно, Валентин Воробьев. Также новобранец из Краснодарского Скифа. Янимао играет без номера. Станислав Жук, украинский легионер, 26 номер на позиции левого полусреднего. В линии Илья Рябов, но он играет только в нападении. А вот в защите его меняет молодой Владислав Коршунов. Рябов не забивает. До этого был шикарный момент после потери у Илья. Ой, я не мил. Впереди был шикарный момент у Яна Ковалева, но он тоже не забил, выскочив на рандеву с Виктором Тереевым, Талкипером. ЦСКА и сейчас по первым минутам на высоте оба Талкипера. Ну, пока сумбурно начался этот матч. Обменялись ошибками команды у Перняков. Кириленко разыгрывающий, Александр Кириленко, шестой номер. Богданов Дмитрий Левый. Полусредняя на позиции правого полусреднего действует Евгений Тутик. Крайних я вам назвал. Ну и в линии Эдуард Захаров единственный линейный в заявке Пермского клуба. Единственный линейный, который должен провести, по идее, весь матч. Но посмотрим. Там, может быть, заготовки у Базмакова есть для этой позиции. Ну, невольно приходится сравнивать этот поединок с первым полуфиналом. С тем, как начинали Таганрог и Минск. Здесь, конечно, скорости намного ниже. В первую очередь нас удивил Минск Сергей Николаевичем. Как он быстро проводил свои позиционные атаки. Тудик бросает. Виктор Киреев мяч отбивает. Быстрый переход у армейцев не получился. Соглашусь с тобой, Сергей. Действительно, позиционные атаки вот в эти первые минуты у тех и у других все-таки помедленнее. Намного помедленнее. Если в первом полуфинале. Минчане там с броском не медлили. Несколько передач, стяжка в одну сторону. Может быть, в другую. И тут же бросок. Как правило, из второй линии. И до перерыва получалось очень-очень неплохо. Второй тайм, конечно, видно было, что идти... Ну, одни подустали. Это про Минча. Ну, вот вам, эстонец Деннер Янима. С хорошим переводом бросил. Прошло 4 минуты, пока мы увидели с вами, друзья, первый заброшенный мяч в этом полуфинале. Как раз игроки Минского СКА рассматривают своих потенциальных соперников по полуфиналу. По финалу уже. Дмитрий Холмов в воротах перльских медведей. Медведей, Богданов, Кирилет Максутов. Максутов? Да. Да, это с Эдуард Максутов. Кстати, новичок Пермяков Эдуард вернулся в Россию из Турции. Очень опытный голкипер. Ну, и сборный, не ошибаюсь, поиграл какое-то время. Правда, ну, в номинаре, скажем так, привлекался. Привлекался, как и Валентин Бузмаков, главный тренер перльских медведей. Ну, если Бузмаков выходил на площадку, то вот про Максутов я не вспомню. Нет, нарушение правил со стороны атакующего игрока. Показывает арбитры, мяч не засчитан. Там настойчиво врался к воротам Киреева. Я думаю, что арбитры ошиблись. Но ничего, ничего. Напоминаем, ребятам всего по 21 году. Больше 20, да. Поэтому мы делаем скидку на их неопытность. Счет прежний 1-0. И по-прежнему у нас человек... Четвертый номер у него должен быть на майке у ДНР. Янима. Вот он с мячом будет. Здорово приложился опять. Два разных броска. Один с футболом, другой на силу. Один в прыжке, а сейчас классно по головам, по защитникам, по ушам защитникам. Не успели они даже руки поднять. И ЦСКА впереди на шестой минуте первого тайма. 2-0. В атаке пермские медведи. Богданов в центр. Кириленко в центре. Богданов в налевом полусреднем. Богданов и будет бросать. Нет, опять на линейном. Он хотел сыграть Богданов. Неточная передача. Фокин в быстром отрыве. И 3-0. И по-прежнему не пропускал еще Виктор Киреев, колкипер армейцев. Ну, надо заметить, что и редко до него мяч доходил. Был шикарный момент. Напоминаем в самом начале Иоанна Ковалева, когда он один на один выбегал. Здорово сыграл Игорь Сорока. Сорока, да, ошиблись пермяки, но он предвосхитил вот эту передачу. Выскочил, тем самым смутив соперника. И вот сам Сорока вылетает. По сути дела с нулевого угла и переигрывает Максутова. А сейчас быстренько мяч-то у армейцев родил. Вот поймал себя на мысли, что нет подобия вот атаки, развития атаки позиционной узка. Правда, пробежали на спинах армейцы соперника и быстренько все разыграли. Но вроде пермяки успели занять свои места в обороне. Не дали им, пермякам армейцы не дали опомниться. Что ты прибежал, ты развернулся, но нужно еще немножко сориентироваться в пространстве. Да, посчитать игроков, понять, где твой. Восьмая минута. 4-0 впереди ЦСКА. Виктор Киреев не пропускает. А вот сейчас мяч предательский скал. Нул между ногами оборота. Да, хорошо ты во время броска сказал. Не пропускает. И в этот момент предательский мяч все-таки южный. Да, вроде бы несложный для голкипера такого класса бросок. Но тем не менее, вот что там случилось. И сам расстроен. Сейчас видно, что... Ну извиняюсь. Да, подошел к скамейке и извинился. Ребята, извините, моя вина в этом пропущенном мяче. Ну бывает такое, конечно. По-прежнему у армейцев одна замена, да, или две. Обратил внимание, Ряба выходит на площадку, а Коршунов уходит с нее. И, да, одна замена при смене игровых фаз у армейцев. Ну, хорошее движение. Вот поначалу его не было, а сейчас пошло движение хорошее у армейцев. А вот это вот движение в защите, которое, опять же, мы у мяча наблюдали. Да, вот у пермяков нет. Не выходят они на игрока, владеющего мячом. Но, правда, сейчас вот армейцы так же в лице Коршунова. Здесь принесло то самое. Быстрый центр в исполнении пермяков. Кажется, что армейцы успели всей шестеркой вернуться на свое полное поле. Но, тем не менее, все равно. Ну, вернулись-то, вернулись, никто не подошел. Да, и Кириленко. Близко подпустили его. Почему не пальнутый? Причем бросок-то нормальный получился у Кириленко. 5-2. Девятая минута матча этого полуфинала. И у Перми одна замена. Кириленко уходит. Вместо него в центре обороны. А, нет, Богданов играет у нас. Нет, в центре обороны действует мощный Евгений Бульенко. Четвертый номер. Украинский легионер. И рост у него 2 метра 6 сантиметров. Они чем-то с Багдановым похожи. Может быть, я и спутал его. Янима промазал. Крупным планом нам показали парни из Эстонии, за плечами у которого множество клубов, включая команды Бундеслиги. Ну, а он вместе с Дмитрием Ильченко, который, как мы говорили уже сегодня, не заявлен, с Таниславом Жуковым. Хотя нет, Ильченко из ЗТР, из Запорожского клуба. А вот Жуков и Янима из Мотора. Впрочем, так же, как и Виктор Киреев. По ходу прошлого сезона они сменили клубную прописку. И мы их уже на российских площадках видели. И еще один бросок из-под игрока. Опорный мы видим в исполнении Киреенко. Но мяч прямо в Киреево летел. Поэтому без проблем Виктор с этим броском справился. Опять два. Десятая минута. Заканчивается. Пошла одиннадцатая. Ну, вот мяч просит протереть из лишней мастики. Ну, побыстрее заиграли команды. Как, видимо, первые буквально две-три минуты присматривались. Почувствовали мяч, почувствовали покрытие. Ну, да, да, да. Вот этот игровой ритм обязательно, конечно, надо почувствовать. Валентин Воробьев раздает команды направо и налево. Ну, и сейчас начнется движение у хозяев площадки. Да, вход Игоря Старойки вторым в линию с левого края. Ну, близко друг к другу они там стоят. Близко и Воробьев не смотрит на ворота, не набегает на зону. Ну, это делает беженый Станислав Жуков. Жуков в прыжке попадает здорово. Ничего не скажешь. Шесть-два. Ух. Да, опорными так частят. Пермякия. Нет, нет, не удалось без нарушения правил подобрать мяч Жуков. Вот он остался. И шесть на пять сейчас. Получится атака. У гостей. Стяжка. Стяжка проходит. Классная стяжка. Ну, и четкое завершение. Ян Ковалев. А, до этого хороший бросок получился у Дудика. Ну, вот опорный. Хорош-то хорош, но цели он не достиг. Праворукий гонболист на позиции правого полусреднего. Сложно оттуда. Вернее так. Сложнее бросать, нежели с левой стороны. Ну, или пациент. Циска в атаке. Воробьев, Рябов, Жуков, Янима. Бросок и мяч прямо к Рябову. Отскакивает. Никого рядом с ним из Пермяков нет. Пауза и точно дрова. Ну, и в нужное мгновение оказался Рябов в нужном месте. Причем даже не шелохнулся. Просто развернулся и мяч к нему отскочил. Ну, и он молодец. Выпрыгнул, повисел. Раскрылся Максутов. И на голову у него Рябов мяч в сетку отправил. 7-3. 7-3. Ну, вот вам не видно, дорогие друзья. Анастас Сергеевна, не видно. Спокойно достаточно взирает на происходящее Валентин Бузмаков. Сейчас хорошо сыграли, да, Пермяки? Ну, Жук, Евгений Жук. Еще один украинский легионер. А я для тех, кто не знает, скажу, что пять человек в заявке на сезон. Пять человек в заявке на матч легионеров. Но на площадке одновременно три человека. А клубы за легионеров взносы платят как-то федерации? Клубы федерации? Клуб приглашает легионеров за то, что легионеры играют в нашем чемпионате. Например, других игровых спорта. Гонболе такое есть в праве? Насколько мне известно, нет. Ну, дай бог, клубам российским гонбольным деньги на легионеров найти. Рассчитаться с клубом предыдущим. В хоккее, допустим, близко мне будут полы за легионеров. Потому что определенная сумма для развития вида спорта у нас в России. Ну, ты сейчас научишь работников федерации гонбола России. Клубы взвоют. Да, мы видим, как достается здесь линейным. Когда их опекают защитники. Тяжеловато приходится ребятам. Ну, что делаешь? Такую игровую амплуа. Рядом со скамеечкой в ЦСКА активно разминается. Начинается Шаркин. Александр Деревень снял тренировочный костюм. Михаил Виноградов тоже готов выйти на площадку. То есть замена сейчас последует у ЦСКА. Замены по позиции. Заступ показывают. Из тяжелой позиции на самом деле здорово заберут. Такая была передача от Богданова на Захарова. Коршунов мяч не ловит. Хотя никто ему там не мешает. Нерасторопно как-то действовал в данном случае 10-й номер армейцев. Сам недоволен тем, как это у него получилось. Вот так, покачав укоризненной головой. Убегает с площадки, вступая в свое место Рябову. Ну, не будем говорить о решении арбитров в данном эпизоде. 9 метров они назначили. Ну, на самом деле, второй матч, мне кажется, все-таки ребятам тяжеловаться. Ну, конечно, тяжело. Крюша, конечно, тяжело. Я думаю, что они еще все равно без ошибок-то. Арбитр не может работать. Ну, это понимаешь, арбитр, он тот же участник игрового процесса. Он тоже устает. Видимо, проанализировали. Я к тебе обращаюсь, как к арбитру международной категории проводного пола. Первую игру проанализировали, вспомнили ошибки. Да, вот там не так, там не так. А здесь уже вторая игра на носу. Ох, хорошо. Максутов играет. Вовремя выходит под бросок. Борется за отскок Рябов и кто-то из пермяков. По-моему, там Буйненко был. Да, Буйненко. Угровое столкновение. Никакого злого умысла, естественно, со стороны Ильи Рябова не было. На всякий случай он извинился перед соперником. Все в порядке. Так, ну там у нас двухминутное удаление. А, все-таки штраф, да, из Рябов. Да, и Рябов, да, удаляется на две минуты. Ну давайте сейчас посмотрим эпизод просок. Отмечаем действия Максутова, который своевременно вывел. А, вот Рябов попытался не дать организовать быструю контратаку и по лицу зацепил. Сначала у меня вот эти двухминутные жесты скользнули внимание. Молодец, Саруков. Саруков на перехвате. И здесь как здорово играет А в одно касание. Очень здорово сыграл в одно касание в центре Денера Янима. Сложно ему было, ну, как сориентировался, да, хорошая была передача. Сейчас пробовал сам подставиться. Но и здесь классный, опытнейший Дмитрий Богданов в Астрахани. Дима начинал, потом была Пермь, потом несколько сезонов в Санкт-Петербурге в Неве у Дмитрия Таргаванова. И вот в этом сезоне он вновь вернулся на Урал. И вот Коршунов меняет. Ну, Рябов удален, поэтому Коршунов на площадке. Это вынужденная замена. В общем-то, нечасто мы увидим в атаке Владислава. Ну, сейчас он ему шанс предоставился. При пустых воротах атакуют армейцы. Коршунов на Жукова. Забегание Сороки, передача Янимаа. Жуков симмитировал пас, а сам сместился чуть-чуть в центр и забил. Киреев спешит в ворота, нам показывает повтор, а мяч уже не в воротах побывал Пермьких Медведей, а в воротах ЦСКА с центра площадки, по-моему, там сразу. Ну, расторопно распределись мячом Пермяки. И, кстати, сейчас в Европе идет грандиозная, я даже так скажу, дискуссия по поводу того, игра 7 на 6 полных составов. Лаврета на гамболу или на поле. Так вот, подавляющее большинство тренеров, тренеров мирового уровня, тренеров с именем, они выступают против вот этих новых рейней. Ну, как новых? Сколько уже? В 16-м году вбили это правило, если не изменяет память. Ну, хорошо, твое мнение. Я скажу, что я тоже против. Я тоже против. 6 на 6 нужно играть. Причем здесь искусственно создавать численное преимущество? Ну, сначала это было прикольно, а потом... Вот ты хорошее слово подобрал. Характеризовал это новое введение в свое время. Прикольно, да. Но не более того. Игра становится другой, на мой взгляд. Конечно, другой, да. Да, в чем-то она поначалу вызывала так... Очень положительные эмоции, я бы сказал. И то, как атаковали 7 против 6, а то, как мяч попадал в пустые ворота. Это да. Когда вратарей забивали, вот это было да. Ну, а потом как-то к этому все привыкли. И действительно, смысл выпускать седьмого игрока, да, это дает преимущество. Но в полном составе ЦСКА на площадке у армейцев Александр Деревень, 17-й номер. Замины пошли. На позиции левого полусыднего Олег Астрошапкин. Вот он с мячом. Олег Астрошапкин. Еще один новичок ЦСКА. Представляет Беларусь. И пришел он из Венгрии. В двух клубах венгерских поиграл. И вот перед началом этого сезона... Ну, если был востребован, значит, в общем-то, венгерский чемпионат далеко не самый слабый в Европе. В сборную Беларуси привлекался. Ну, посмотрим, как-то у него сложатся дела. Ну, вот еще одна замена, она тоже предполагалась. Я говорил, что там разминался и Деревень, и Астрошапкин. Но вышел имидж Виноградов вместо... Михаил Виноградов вместо Жанислава Жукова на позицию левого полусыднего. Ну, а что? Вот это уже интересно. Так, как повелать нам затравмировано. Александр Деревень занимает позицию разыгрывающей. Вот он сейчас. Ничего. Астрошапкин на Виноградов-Деревень. Ух, как зарядил, да? Выбросок у него, конечно, потрясающий. Так в каждой игре. Вы посмотрите, как он завернул, а? Ну, это просто... Я не знаю больше такого игрока в российском чемпионате. Да и в мире, наверное, немного. Он так руку разложил. У него рука, как на шарнирах болтается. Пластилиновая. Когда у него начинает лететь, можем вспомнить игры, когда он там... По семь, по восемь он тружил. А то и по десять. А то и по десять, да. К сожалению, не всегда. Ну, опять же, вот череда травм, она, конечно, сказала, что на игровой форме. Очень много потерь у пермских медведей. Но ты знаешь, потери. Если в первом полуфинале потери были просто глупые, то сейчас у пермяков потери за счет грамотной умной игры в обороне. Астрошапкин вот в стиле Игоря Сороки сейчас вовремя выскочил на перехват. И это привело к тому, что пермяки остались... Да там и Фокин ускорился то же самое. Ну, здесь, понимаешь, кто, значит, у кого мяч, кто-то заказывает музыку. Ну, конечно, есть расхожее мнение. Виноват все время по сути, но это не так, Сережа. Это далеко не так. Иногда человеку летит мяч. Я могу с тобой поспорить. Как блинчик, знаешь, вот возьми его и все. И передача, в данном случае, вот сейчас, которая пошла, я, Боктан, кто ее отдал-то, не видел, из пермяков. Он заранее задумал ее сделать. Не по ситуации сыграл, а заранее задумал ее сделать. Сам сделал пару шагов вперед, и потом передача на другую полусреднюю. В данном случае, да. Дайте скажу, что соглашусь. Виноват дающий. Вот хорошо, пермяки. Ты посмотри, армейцы так часто с флангов не играют. Особенно пермяки раз за разом вводят справа. Кто там, Саликов сейчас действует? Нет, Ян Ковалев. Ян Ковалев. Ян Ковалев, младший брат Витрия Ковалева. Витрия Ковалева, который играл в «Спартаке». Мы говорили о первом, о преемственности из «Спартака» в ЦСКА. Наверное, уже будет, кстати, поздравить Ковалева. Голосование, по-моему, вчера на шайке «Сеховских медведей», в которых он играл очень много-много лет, признало его лучшим правом крайними за всю историю подмосковного клуба. Замены пошли у пермских медведей. Вышел в защиту по 25-м номерам Виктор Зайцев. Все было великолепно сыграно, за исключением броска Ильи Рябова. Максутов классно сыграл. Ну и тут же последовала быстрая контратака. И Жук здесь хорошо разобрался, повисел и точно бросил. Ну и Евгений Жук, Станислав Жуков, Жук-Перни, Станислав Жуков в ЦСКА, игроки сборной Украины. Судьба свела две наши команды в группе. К отбору к чемпионату Европы. Ну и вот должны сыграть два матча. Обе в ноябре 5 и 7. Две игры подряд в Минске. Ну посмотрим, удастся ли приехать в столицу Беларуси. Багданов Титро задумал, но тем не менее его передача не прошла. Обращаю внимание, дорогие друзья, на действия Эдуарда Максутова. Он очень эмоциональный вратарь. Вратарь-темповик. Посмотрите, как он сейчас попытался сыграть. В падении, в падении. Ногой пытался крыть дальний нижний угол. И сам улыбается. Смотрит на скамейку своей команды. Но он насчет броска лег на площадку. Естественно, в этой ситуации Фокину ничего не оставалось. Отразить практически пустые ворота. 13-8. 22-я минута первого тайма идет. По-прежнему лучше смотрится ЦСКА, нежели пермские медведи, у которых многовато ошибок впереди. Ну и вот мы говорили, что один номинальный линейный заявки у Пермяков. Видим, что в линии вышел Виктор Зайцев. Вот он крупным планом на нашем крае. Вообще-то он по своему амбуру левый полусредний, мощный парень. С богатейшим опытом сражений. Это Олег Кулешов. Олег Кулешов, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийской игры в Афинах. В прошлом великолепный разыгрывающий по службному списку и работа со сборной нашей страны. В 2013 году, кстати, после 2004 года самый высокий результат. Наша мужская сборная показала под руководством Кулешова седьмое место на чемпионате мира в Испании. Затем неудача на таком же турнире в Татаре в 2015 году. И объявление о том, что он и Александр Рыманов, его помощники, подают в отставку в связи с неудачным выступлением команды. Достойный мужской поступок. Ну а потом возвращение. Возвращение Спартака, теперь ЦСКА. Виноградов хорошо повисел в воздухе. Не хватает, на мой взгляд, не хватает термикам движения в защите. Вот сейчас показательный момент. Идет в прорезку Богданов. Против него, по-моему, как раз Зайцев. Виноградов. Виноградов, да? Михаил Виноградов, да. На той позиции должен был обороняться Зайцев. Помешай как-то. Никакой помехи беспрепятственной. Это уже не первый случай подмечен в игре у Пермяков в защите. А вот вам Евгений Жук. Быстрый, резкий. Посмотрите, как он шагов добавил. Да, убегает от Фокина. И Фокин еще и две минуты получает. И от Фокина Страшапкин сосредоточил свое внимание на вошедшем в линию Кириленко. Хорошо было задумано и классно исполнено. Фокин, двухминутный штраф. У армейцев на позицию правого крайнего выходит на митере Чернауса. Молодой игрок. Фокин воспитанник Волгоградского гонгола. Привлекался уже в сборную страны. Но Чернецов молодой парень. По-моему, он 2000 или 2001 года рождения. Родился в Ташкенте. Потом начал играть гонгбол в подмосковном Егорьевске. Училище олимпийского региона. Московская вторая. И вот ЦСКА. Быстрый центр. Виноградов, да, там отличился от ЦСКА. Заиграли парни очень быстро. Семь метров. Но вот это гонгбол. Это уже похоже действительно на то, что... Еще одно удаление. Мы начали недавно в команды. Но в целом все нормально. Можно придираться, можно говорить о том, что качество еще не соответствует. Но тем не менее, особенно после такого длинного перерыва, я думаю, что и для зрителей, и для игроков, но и для нас все это интересно. Спасибо московским армейцам за то, что они организовали этот турнир. Возникли большие сложности. Спасибо, Паримач, который выступил спонсором этого кубка. Да, возникли большие сложности. И сильные клубы не смогли приехать, которые приглашались, хотя давали согласие первоначально. Но и вот только минские армейцы доехали до Москвы. Поэтому турнир можно назвать международным. Ну и армейцы мечтают о том и думают уже о том, чтобы сделать вот такой предсезонный, подобный турнир традиционный. Двойное удаление в составе армейцев. Вслед за Фокином отправился отдыхать Ионов. Ионов в пятером, и тем не менее, чуть-чуть было на хорошую позицию для броска не вышел Александр Деревень. Но он на самом деле скорее обозначал, на мой взгляд, были бы в равных составах уверены, что Саштан поактивнее очень действовал впереди. Жуков, Деревень махнул, показал и бросил. Ну я могу только развести руками. Еще раз смотрим. Ну действительно, давайте полюбуемся вот на эти броски. В исполнение Деревеня. Третий гол Александра Деревеня. Причем третий подряд, да? Да, здорово он вошел в игру. Ну а здесь Виктор Киреев спасает армейцев от реального гола. Здорово сыграл вратарь ЦСКА. Один удаленный игрок на площадке появляется у армейцев. Но Киреева нет в воротах, поэтому атакуют в шестеронах. Киреева ворота нет, а зато попрыживаемый на трибюнах Велимир Петкович, новый главный тенец сборной России, который 8 августа, наконец-то прилетел из Берлина в нашу страну. Внимательно он наблюдает за происходящим. Любопытно, каким маршрутом он добирался? Я знаю. Берлин, Стамбул, Москва. Причем в Стамбуле его не сажали в самолет, потому что справка об отсутствии коронавируса была на немецком языке. И он умудрится войти в самолет последним. Все-таки прилетел. Так вот, я продолжаю свою мысль. Вот Киреевень, уж не знаю, никак Петкович не разродится расширенным списком кандидатов в сборную. Рассматривает он Сашу Киреевень или нет, я не знаю. Но у Саши есть одна проблема. Все-таки иногда он сачкует и на тренировках, и, наверное, где-то и в жизни. Ну и поэтому периодически у него возникают проблемы с попаданием в состав. А парень просто, просто талантище, на мой взгляд. Но свой талант не использовал. Пока, по крайней мере, не использовал. Петкович на клубных тренировках не присутствует. Поэтому сначала он пригласит его в сборную, потом посмотрит отношение к Саше к работе, а потом уже сделает выводы. Да ему расскажут, доброжелатель. Ну, Киреев надежен в ближнем углу, некуда было бросать там Богданову, только вратаря. Ну и вот нам круглопланом показывал Елимир Акеткович. Таймаут берет Олег Булешов, наставник ЦСКА. При счете 16-10 в пользу его команды. Таймаут берет Олег Булешов, наставник ЦСКА. Своим подопечными Олег Булешов. Ну, начало Таймаута не было слышно, а потом я услышал «доведи до Малого» и прозвучало слово «воздушка». Ну, Малой, кто там, Олифокин или Ионов, сейчас посмотрим. Так, Сорока на площадке. Чернецов. Малой – это Дмитрий Чернецов. 15 номер, правый крайний ЦСКА. Чувствуется, как он волнуется, да, если... Он уже на половине поля соперника, в отличие от его партнеров по команде, которые только-только пересекли центральную линию. Эх, жук. Пытался перехватить, да, но рановато выскочил-то из-за спины Астрашаткина. Нужно было по-пластунски тогда бы у него все получилось. Ну, бывали такие моменты, кстати. Конечно, бывали. Кто-то так вылетает хитрой сыграть. А шведы, знаешь, что делали там в 70-е годы. В общем, мяч отбрасывался к скамейке, да, и соперник пчался в контратаку. Потому что, ну, все, вроде бы, я же потеряли. А там он быстренько возвращался. Трех игроков нет уже, получи. Ну, вот видишь то, что просил о своих подопечных Олег Кулешов. Вот она, воздушка, пожалуйста, в исполнении. А, ну да, воздушка. Чернецов и Виноградова. Чернецов просто умница, да? Не стал сам атаковать и увидел, что влетает Виноградов. Точневка ему мяч в руки вложил. Крайси, трех минут остается играть до перерыва. 17-10. Комфортное преимущество ЦСКА. И по счету, и, главное, по игре. Армейцы смотрятся предпочтительные соперника. Не хватает, вот, не хватает игрового такого тонуса пермских медведям. Тяжеловато команда еще выглядит. В отличие от ЦСКА. Я не скажу, что в хороших физических кондициях, но приемлемых на данный момент. Другого, наверное, не требуется. 7 метров. Евгений Дудик зарабатывает между Сорокиным. И Виноградовым. Ему удалось проскочить. 7-метровые отметки. Евгений Жук и его дуэль с Виктором Киреевым. С галкипером сборной России Виктором Киреевым. Хладнокровно Жук реализует этот пенальти. Деревень, Виноградов, Острошапкин сзади. Рябов вновь на падение в нюне. И Чернецов и Сорока на краях. Деревень, Нарябова, Острошапкину, Виноградов, Деревень, Виноградов. Вновь они меняются местами. Ну, видимо, указание все-таки получало от главного тренера пенских медведей, чтобы его игроки подальше выдвигались от своих ворот. Но здесь Деревень разбирается шикарно. Вот только хотел сказать, что Деревень-то повыстреливал очень здорово по воротам, но в качестве разыгрывающего пока не замечен. Но это неудивительно. И тут же последовала просто великолепная передача в линию с отскоком от пола. 18-11. Двухгадовочка сработала у ЦСКА Деревень-Рябов. Илья Рябов отлучился, да. Багданов с мячом уже у пермских медведей. Кириленко, Дудик, Кириленко и потеря. Ну, по-моему, с нарушением правил. Балатобран мяч, арбитры не дали свистка. А вот молодежь Чернецов. Ему не хватило хладнокровия. Да, молодежь против умудренного опыта Максутова. Здорово сыграл. Братарь пермских медведей. Медведей, ну и, как всегда, эмоционален. Дудик и неточная передача в аут. Мяч летит. Контратак. Спотыкается Жуков. Но все в порядке. Бросок. Ну, там и заканчивалось время. Да, не успели. Концовочка эмоциональная. Туда-сюда сбегали получилось. Но никто не забил. Счет 18-11 на табло. Универсального игрового зала ЦСКА. Впереди хозяева этой спортивной арены. У нас перерыв. Ну и сейчас для вас... Впереди у нас реклама. Друзья, потом небольшой отдых. Ну а потом мы досматриваем, чем закончится все-таки вот этот полфинал ЦСКА против пермских медведей. Да. Продолжение следует... КОНЕЦ. КОНЕЦ. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...